Здесь происходит такое знаменательное событие, мы проводим фестиваль, это называется День Леопарда. Раньше он в основном проходил в дальневосточных городах, сегодня, наверное, впервые он приземлился на московскую землю. В парке Красная Пресня, в самом центре Москвы, очень много участников, много детей. Самое главное, наверное, то, что сегодня мы обращаем внимание на тему сохранения, как тоже, дальневосточного леопарда, на восстановление популяции. За 5 лет существования данного проекта уже довольно-таки много сделано, около 80 леопардов уже так обитают в живой природе на Дальнем Востоке. Я думаю, что пройдет еще, может быть, 5-10 лет, популяция не сможет самостоятельно для человеческой помощи непосредственно уже существовать. Это наша задача. Очень много делается сейчас на Дальнем Востоке. Здесь эта структура создается, делаются различные переходы через автомагистрали, но еще много-много-много. Мы в Москве в любом случае чем можем помочь? Мы можем помочь только, наверное, своим желанием, своей любовью в дикой природе. Мы организовываем экологическое образование и просвещение для всех категорий граждан, в том числе, потому что мы занимаемся популяризацией непосредственно исчезающих лигов животных, таких как снежный барс, такие как белый медвей, каких-то ненавосточных леопардов, леопардововских лигов. То есть много-много проектов, которые мы поддерживаем в Москве. Это очень важно для жителей Москвы, потому что расход человек, опять же, подвергается эгоизму, определенного чувства эгоизма и забывает, наверное, о своей своей природе. И зачастую у него возникают самые, наверное, такие фантастические мысли о том, чтобы завести к игру, допустим, в двухкомнатную партию, или разместить леопарда в своем жилище. И в этом смысле, конечно, этот фестиваль является показателем, и говорит о том, что животное должно существовать только в дикой природе. Об этом мы всегда говорим, будем говорить. Сейчас в данный момент у нас обсуждается закон о защите этих животных, который как раз должен решить эту проблему. А как еще к незаконному оборудованию, а если будет животное? Мы активно боремся, но все раз говорю, что у нас, к сожалению, нету сейчас еще законодательных норм, которые могли бы нам эффективно действовать в этом направлении. Пока что я считаю, что мы бьем по хвостам, потому что у нас есть определенные успехи. В связи с тем, что вся торговля нелегальными животными, она находится в сети интернет, здесь нам, конечно, не хватает властных полномочий для того, чтобы нанести порядок. Борис Чиванов в этом смысле очень многое сделал для восстановления популяции как раз влевосточных леопардов. Большое ему спасибо. И когда такие вот серьезные медиа-персоны включаются к тому или иному экологическому проекту, уже этот проект обречен в Москве. Поэтому большое спасибо Сергею Борисовичу за то, что эта работа продолжается, и за то, что популяция леопарда восстанавливается. Да-да-да, да, есть один. Антон Олегович, скажите, пожалуйста, вы скажите, что ведется сейчас борьба с каким-то, может быть, неправильным содержанием таких животных, хотя и не хватает законодательных норм. Вы совершенно правы, я тут просто ревью. Не то, что неправильно, просто правила игры не сформулированы. Человек, допустим, даже городской житель, заводя дикое животное, не обязательно тигру, допустим, или льва, даже игуану. Он просто четко не понимает, а как же он ее должен содержать, какие правила игры. Вот в этом смысле мы хотим их прописать. Для каждого животного, которое может содержаться в московской квартире, мы хотим написать правила содержания и их контролировать. Вот, наверное, основная идея этого закона. То есть мы никому ничего не запрещаем, но мы говорим о том, что, ребята, если вы берете на себя ответственность за дикое животное, которое не находится, скажем так, в дикой природе, поэтому берите ответственность и задавайте ему условия для того, чтобы они были приближены непосредственно к его среде обитания. А вот сейчас что-то все-таки вы можете делать? Как вы это делаете в общем-то? Сейчас мы действуем в основном, конечно, по административному кодексу Москвы. В основном, конечно, мы имеем право контролировать только животных, которые находятся на грани щедновения, охраняемые красной книгой и международными конвенциями СИТЭС. Вот это очень важная грань. То есть, допустим, уже медведя, который не является, красную книгу не занесен, можно практически или рысь, допустим, мы проконтролировать не можем. В этом смысле у нас есть, скажем так, выборочное законодательство, то есть мы не за всех животных можем привлекать к ответственности. А вот по красно-книжным как? Вы проводите проверки где-то, реагируете на обращение жителей? То есть вот как-то происходит? Проверки, если красно-книжное животное находится, допустим, в квартире москвича или на каком-то объекте, неважно, это ресторан, либо, может быть, контактный зоопарк. Здесь, конечно, очень важно понять его происхождение. Если нам, хозяева, доказывают происхождение, что, допустим, животное разведено в неволе, мы, естественно, это проверяем, тогда, в принципе, ответственности может и не быть. Но, тем не менее, опять же, есть еще понятие правила содержания, жестокое обращение к животным. Здесь перекликается уже очень много аспектов, которые в любом случае надо прописывать в отдельных законах. А сколько животных изъято вот в этом году? Есть какая-то такая цифра? В этом году около 80 животных было изъято судебным решением, потому что мы можем животных изымать только, скажем так, при помощи судов, при помощи судебных решений. Пока у нас права просто их изымать нет. Но есть случаи, когда хозяева, несмотря на то, что животные у них приобретены незаконным и нелегальным путем, они к ним хорошо относятся, есть такие случаи, когда мы оставляем животных на попечении непосредственно хозяева. Это 80 краснокнижные все животные? Так те животные, которые занесены в Краснокнигу в Российскую Федерацию, охраняются международными комиссиями. И что теперь с ними вот сейчас? То есть они изъяты, куда они попали? В основном все животные поступают в центр передержки, где проходят карантин, регуляцию, если это необходимо. И потом мы ищем вам добрые руки. Добрые руки это не просто, скажем так, люди, которые сочувствуют или сопереживают. Это, как правило, объекты, где есть специалисты, где могут быть созданы условия для животных, приближенные к их среде обитаниям. Вот, наверное, так. В этом смысле добрые руки, мы называем это вот такие организации, их не так много, на самом деле. Поэтому животных у нас в центре передержки всегда где-то больше 100. И сиреней идет в процессе. То есть зоопарки передаете потом, правильно я понимаю? Вот, допустим, тигры Тимирлана, которые нам подбросили в 2012 году, в коробке, в таком панерном ящике. Мы его тоже спасли и выходили. Сейчас он в Ярославском зоопарке является украшением Ярославского. На экспозиции Ярославского зоопарка, вот рядом с львом живет, у него часто в 35 соток, и он очень хорошо себя чистит. В основном, какие животные, вот, из этих 80, чаще всего, ну, там, может, перечислить, а ряд видов? Львы, пантеры, леопарды, то есть вот дикие кошки, тигры. Практически каждый год у нас есть случаи с участием вот этих вот животных. Смей очень много, очень много птиц, скажем так, диких. Различные... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова